Спасибо. Умоляю, не делайте так больше. Спасибо, что вы пришли, что вы здесь. Меня зовут Якубович Тибор. Я сейчас страшно волнуюсь. Если кто-то не верит, устанет на мое место ненадолго. Представьте, что вчера со мной случилось. Когда я пришел, надо было произнести речь по поводу вручения приза. Был чемпионат по парусному спорту. И когда я оттуда с трудом сбежал, за мной последовала одна дама. Согласно своей верею, то, что произошло, является хорошим признаком. Я получил от нее кое-что. Вот оно. Если эта женщина здесь присутствует, пожалуйста, помашите рукой. Спасибо большое. Вы знаете, что это? Это ангелочек. Маленький ангелочек. Он светится. Светится не от того, что сделан из такого материала, а светится от человека. Ангела человек получает. От ангела. Спасибо. Спасибо. В нем сейчас моя храбрость. Если меня кто-то еще не знает, я вам перечислю, какие определения дают мне. Исследователь, путешественник, человек с хорошими способностями. Дай Бог, чтобы это так было. У нас могут быть немного противоречий. Это относится ко всем людям. Все мы люди. У всех у нас есть мечты, видения и планы, которые осуществляются или нет. Но настоящий шанс появляется перед нами тогда, когда мы по-настоящему верим. Я так думаю, что все присутствующие здесь сегодня имеют веру во что-то. Мне хорошо быть вместе с вами. Вот это, что на моей спине, тоже имеет значение. Вы не поверите, но это первое совершенствование Лавилайса. Здесь присутствует несколько человек, которые начали вместе с нами. Они вместе идут, продвигаются по этому чудесному, невероятному пути. Ева, ты здесь? Ева, ты здесь? Рачева. Я должен рассказать, как все начиналось. Я отношусь к такому типу людей, которые любят все изучать, исследовать, и вдруг я обнаружил что-то, и для меня было особо удивительным. Я поделился этим с людьми, которые окружали меня. Наверное, это у всех людей так. Если находят что-то хорошее, они хотят, чтобы это не только у них осталось, а хотят поделиться с другими, чтобы это хорошее досталось и другим. Через некоторое время уже не хватало карманов в этом рюкзаке, чтобы всем раздать то, что они хотят. Мне нравится поезд как лучший вид транспорта. С этим рюкзаком я проехал сотни километров, и он всегда был полон такими вещами, которые у меня просили. Этот рюкзак сопровождал меня и раньше, далеко-далеко. Он побывал в Центральной и Южной Америке, в Индии, в Австралии, в Японии, в Китае. Я был во многих местах с этим рюкзаком. Для меня он имеет особое значение. Это как, когда мы постоянно носим с собой наши мечты. Мы привязаны к нашим мечтам. Невидимыми ремнями. Невидимые ремни связывают нас с нашими мечтами и удерживают их. Правильно поступаем тогда, когда не пытаемся в отчаянии сбросить их. Тогда рано или поздно наши мечты осуществляются. Ева, я был бы очень благодарен тебе, если бы ты смогла бы подойти ко мне, и я смог бы передать тебе на хранение этот рюкзак. Мы его поместим, как говорят красиво, в фирменный архив, как первое достижение Лавилайса. Сейчас камеоны перевозят продукцию. Представьте себе, что были времена, когда этот рюкзак означал нашу логистику. Это было невероятно давно. Выходи, Ева, пожалуйста, сюда на свет, на сцену. Спасибо большое, что ты была со мной. Надеюсь, ты и дальше надолго будешь со мной. Мы очень давно вместе работаем. Она называет себя старой археологической раскопкой. Куда посмотрю, это не так. Да, да, я очень старая. Береги себя. А можно я кое-что тоже скажу? Я не готова была говорить что-либо. Я многому обязана тебе. Мы все здесь присутствующие, многим обязаны тебе. Ну, у тебя все есть. У тебя есть поезд, машина, есть рюкзак, у тебя есть красивая рубашка. Я вот тут подумала, чтобы тебе дать такого, чтобы это осталось у тебя навсегда. Признаюсь, я об ангелочке не подумала. Я подумала, что есть что-то такое, о чем человек не может забыть. И поскольку твоя жена педагог, и тебе знакомы красные очки, кружочки, которые дает тетя учительница, обычно все помнят, наверное, красные очки, которые когда-то получали. И вот я подумала и принесла тебе несколько красных очков. Большое спасибо. Если среди вас такие, которые хотели бы подарить Тибору красные очки, быстро поднимите руки. Он действительно заслужил этого. Я от имени всех это передаю. Ух, я думаю, самое лучшее, что может сделать в этой ситуации человек, это поделиться со всеми этим подарком. Ева, раздай, пожалуйста. Наверное, и здесь есть такие люди, которые уже проголодались. Ева, спасибо. Ты очень добрая. Вы видите эти таблицы, которые справа и слева от меня? Уважаемый штаб, настаивал, чтобы я эти картинки показал. Приятного аппетита. Золотое сердце у него. Я, наверное, никогда не смогу отблагодарить ее за все, что она для нас делала. Спасибо. Штаб настаивал, чтобы я эти картины показал вам. Все, что мы делаем в жизни, вот так происходит. Я не хотел бы об этом сейчас говорить. Мы развиваемся. По моему мнению, самое главное есть, существует, живет. А если живет, то будет вести себя согласно своему естеству. Ничего не может преградить путь к развитию. Вся история человечества свидетельствует об этом. Эти взлеты, конечно, отражают экономическую силу, деньги. Но поверьте, Лавилайс не оттого Лавилайс, что у него большой капитал, что много производит денег. Конечно, это тоже важно. Но я думаю, у Лавилайс есть свой стиль. У Лавилайс есть свой стиль. Недавно мне повезло пообедать в одном ресторане. Сидим, и в несколько метров от нас сидели люди, которые очень интенсивно о чем-то беседовали. И вдруг я своим периферическим зрением увидел что-то похожее на Лавилайс аурикум спрей. Сидящие неподалеку нажимали на спрей и что-то говорили дальше. Я не выдержал и специально пошел в сторону туалета. Я не вызывал ни у кого подозрения и прошел мимо них 3-4 раза. За те короткие расстояния, что я проделывал мимо, я, конечно, не мог всего понять. Но суть была в том, что говорилось, что это не продажа, мы не хотим ничего продавать. Знаешь, что это? Это Лавилайс. Я не знаю, кто этот человек, который говорил так. Я не знаю, здесь ли он сейчас, но он наилучшим образом выразил себя. Спасибо. Я сегодня должен сделать одно важное заявление. Дело в том, что после долгих раздумий я решил проститься с тем, чем я занимался до сих пор, с тем, что я очень ценю. Я думаю, то, что человек может получить от своих мечт, я уже получил. Вы невероятно сильные. Вы исключительные. Это предприятие, этот странный комплекс, который был создан уже совсем не похож на то, что было в самом начале. Поэтому я думаю, придется распрощаться с ученым-исследователем, который с мечтой в глазах искал новые пути. И думаю, вам тоже надо немножко распрощаться со своим прежним я. Придется распрощаться с прежним, потому что дальше последуют совсем другие требования. Так что, если позволите мне представиться, я, Якубович Тибор, человек целеустремленный, практичный, эффективный владелец большого предприятия, который вместе с вами идет вперед, если вы тоже согласны немножко измениться, который в сотрудничестве вместе с вами пойдет в хорошем смысле слова завоевать мир. Мы вместе заслужим аплодисменты. Вы помните, я рассказывал историю с рюкзаком. Я говорил, что это было невероятно давно, всего полных два года тому назад. И вот через два года это предприятие уже способно производить продукцию на миллиарды форентов. Вы смогли создать рынок, а я смог создать для этого тыл. Невероятно, но это так и есть. Сегодня, 2 мая, и мы достигли того, что в этом году за это время повторили полностью весь оборот предыдущего года. Мы сделали это вместе. Недавно я вернулся из Соединенных Штатов Америки. Отсюда вывозить продукцию довольно-таки сложное дело. Я поехал туда, чтобы наладить производство. Примерно 30 минут удалось держать в секрете, кто мы такие. Со мной не очень окотно говорили о производстве. Меня спрашивали, когда сюда переедет бизнес. Тибор, не возвращайтесь в Венгрию. Совершенно не стоит вам этого сделать. Там есть какая-то Европа, еще что-то маленькое. Зачем? Здесь есть все. Есть рынок, сила, все. На следующей неделе я поеду на восток. Японию, Китай. Там тоже надо наладить производство. Я знаю, что там будет. Есть пример. Есть что-то очень важное, что вам стоит знать. Мне Европа важна. И знаете почему? Потому что Венгрия находится в Европе. А Венгрия – моя родина. Я здесь родился. Здесь родились мои дети. Здесь живут те люди, с которыми вместе творим это чудо. Я никогда не смог бы это оставить. Прошу вас, не аплодируйте, пожалуйста. В этом нет ничего особенного. Так должно быть. Так правильно. Может быть большой рынок в Америке, на востоке. Но мы здесь начали, и все отсюда пойдет, а не наоборот. Что важно с точки зрения вашего будущего. Важно, что мы планируем, какие шаги делаем в планировании по открыванию новых рынков. В ближайшее будущее, как предвидится, мы уже официально будем работать в России, Украине, потом в США и в других странах. А сейчас, как говорят в народе, нас разрывают на части. Нам предстоит большая работа. Вы пойдете с нами? Я рад. У меня есть личная просьба. Не ждите от меня, чтобы я был совершенным. Я такой же человек, как любой другой. Мы ошибаемся, мы устаем, принимаем не всегда правильные решения. Не могу сейчас обещать, что будем бесперебойно, без широковатости, работать. Я вчера слышал один пример от одного коллеги. Мы сейчас ведем примерно так себя, как на гонках Формулы-1. Если бы пришлось сейчас поменять клапаны, то поменял бы на полной скорости. Мы не можем остановиться ни на минуту, бизнес действует, и по ходу надо выполнять все меры. Надо настраивать мотор. Я могу только сказать, что при очень высоких темпах роста у нас могут возникнуть трудности. Но одно точно. Мы можем по ходу дела их решать. Завтра вы услышите, что из косметической серии, которая была обещана еще в прошлом году, первые четыре продукции уже через две недели попадут в список реализуемых товаров. Остальные из 20 наименований примерно до конца года с интервалом две-три недели будут в вашем распоряжении. Первые четыре продукта уже находятся на складе. То есть, скорым временем вы их легко и доступно можете заказать. Мне кажется, что в конце мая освежительный напиток можно будет запускать на рынок. О его способностях я вам скажу сложные предложения. У него будет приятный вкус и он будет освежать. Мне удалось сделать очень важное усовершенствование, которое касается нашей интимной сферы. В сентябре попадет на рынок. Больше не могу об этом рассказывать, потому что я немного стеснительный человек. Нас всегда спрашивают, насколько мы сильны. Я всегда признаюсь, мы очень сильны, очень сильны. однако мы следим, чтобы наше поведение было сдержанным. У нас имеются очень большие запасы наличных денег. Наш банк постоянно уговаривает нас инвестировать деньги. Мы этого не делаем. Наши деньги сразу можно мобилизировать в разные виды валют. Вы знаете, я человек очень простой, и меня не интересует, что поднимается одна валюта, опускается другая. Мы составили такой пакет на случай, если у одной валюты стоимость падает, а у другой наоборот, тогда в среднем мы в порядке. Нам очень важна стабилность. В настоящее время наличная стоимость нашей готовой продукции составляет более 7 миллиардов форинтов. Наш оборот в неделю составляет 600 миллионов форинтов. Если это сопоставить, то эта цифра кажется высокой. Я вспоминаю состояние дел, когда я думаю, что примерно каждый квартал делал в 10 раз больше. Вот к чему я готовлюсь. Как вы думаете, если отправиться русский рынок, здесь находятся гости из Германии. Мы еще не можем сказать, что Германия идет большими ногами. Только недавно там отправился бизнес. Как вы думаете, сколько нужно будет товаров? Вот к чему мы готовимся. Это тоже является частью нашего стиля. Это стабилность. Я еще обязан сказать о том, что не все наши направления росли в нужном темпе. Сейчас состояние наших коммуникационных каналов такое же, каким был год тому назад. По сравнению с этим годом, численность выросла во много раз. Мы с полной отдачей работаем над тем, чтобы выработать такую коммуникационную систему, которая будет способна обслуживать растущую сеть. стопроцентно, что завтра мы еще не будем идеальны в этом, но мы работаем с полной отдачей. Над этим и думаем, что через несколько недель решим этот круг вопросов. Мы аплодируем тем, кто сумел с малым количеством информации выполнить такую профессиональную работу. работу. Мы аплодируем вам. После я хочу лично поговорить с лидерами нескольких стран, для того, чтобы мы могли как можно лучше сотрудничать вместе. Я решительный и целеустремленный, вы сделали это возможным. В Непале сейчас беда. У нас есть каналы, даже личные. Мы отправляем туда 10 тысяч единиц нашей продукции. продукции. Мы делаем это для того, что если там у кого-то засохнет кожа, чтобы вовремя пострадавшие могли принимать процедуры с нашей продукцией. мы там помогаем, где можем. Благодарю вас за то, что вы пришли, за то, что внимательно слушали меня, смотрели. завтра мы встретимся после обеда. Чувствуйте себя хорошо, вы достойны всего самого хорошего. спасибо большое. Мы так договорились, что вы не будете это делать со мной. У меня есть довольно хорошая машина, и каждый раз, когда я сажусь в эту машину, я думаю, что в моей сети, наверное, есть человек, у которого нет машины. Он работает, а эта машина стоит и только пилиться. И мне пришло в голову, что я предложу эту машину тому человеку, у которого будут лучшие результаты до декабря месяца. пусть он потом катается на здоровье, а ключ пока у меня будет. Подробные условия мы сообщим через наш веб-сайт. Еще раз спасибо, что вы пришли. Спасибо.